Всем привет! Вы на канале Лилины Башата. Сегодня Лилина мама будет читать нам сказку, а Лила будет нам расчелать постельку и укладывать на спать. Видите какая у нас есть книжечка красивая? Мы не из этой книжки будем читать из другой, потом вам покажем. А это видите какая вот объемная картинка, красиво как. Ой, что, давай-то дюймовочка. Мы почитаем с вами вот такую из такой книжечки Вечерняя сказка. Много-много-много сказочек. Какую мы с вами выберем? Я хочу какую-нибудь, чтобы там был медведь, потому что не нравится медведики. Добрую какую-нибудь спокойную, добрую выберем, да, чтобы сладко спалось. Ну давайте посмотрим, какая сказочка там есть. Ой, какая тяжелая какао! Ой, давай я помогу тебе. Давайте будем выбирать. Давайте просто наугад. Наугад открою. Выбирать будем какую-нибудь что-нибудь. Я хочу сладичку 324. Ну давай. А, ты знал, что здесь про мишку как раз. Что я знал? Что я знал? Ничего я не знал. Откуда я знал? Просто наугад сладичку открыли. Ну давайте начнем читать. Тася с Басиком тут уже улеглись. Мы будем читать сказочку. Лесной мишка и мышка-проказница. Латышская сказка. Медведь, лесной мишка, всю зиму спал в своей снежной берлоге и сосал лапу. А снилось ему лето и соты, полное мёда. Тут же рядом в норке жила мышка-проказница. Однажды она случайно забежала в медвежью берлогу, да заблудилась там и попала к медведю в ухо. Медведь проснулся, закрыл лапой ухо и поймал проказницу. Моё ухо, нора для тебя, что ли? Вот раздавлю тебя сейчас, как ягоду-малину. Не дави меня, мишка, стала жалобно просить проказница. Лучше отпусти меня, я тебе пригожусь. Лесной мишка посмеялся над проказницей, но на что она может ему пригодиться, но всё же отпустил. Прошло немного времени. Медведь тёмной ночью вылез из берлоги, побрёл по лесу, да и угодил в ловушку. Рвался он из петли, что было силы, но вырваться не мог. Конец пришёл лесному мишке. Медвежий рёв разбудил мышку-проказницу. Она выскочила из своей норки посмотреть, почему это медведь так ревёт. Смотрит, а её силач-сосед в ловушке. Мышка подбежала, перегрызла петлю и освободила медведя. С тех пор лесной мишка всегда зовёт мышку-проказницу погостить в его берлоге и даже разрешает погреться в его косматом ухе. Интересная сказка. Ням-ням-ням. Держи, давай свою бутылочку, а то уже хватит. Понравилась вам сказка, да? Да, ням-ням очень появилась, очень интересная. Очень красная такая сказка, интересная, поучительная. Она думает, как ему мышка пригодится. А мышка пригодилась. Когда Лила была маленькая, она очень любила сказочки на ночь слушать. Я ей много-много читала, все перечитала. Даже вот эту большую книжку, ещё много разных. Она с удовольствием слушала и просила ещё-ещё почитать. И я буду теперь, и мы все будем слушать, и нам будешь читать. Будете просить, чтобы я вам ещё-ещё почитала, да? Да, вот так вот. Понравилось вам? Если подписчикам понравится сказочки читать, давайте мы так будем частенько делать. Напишите в инстаграме. Ну, не частенько, иногда, да? Ну, иногда. Мы дружимся спать, можем вам снять, как мы читаем сказочку. Если вам понравится сказки, как мама читает, то пишите в инстаграме. Будем так иногда делать, если вам захотите, конечно. Всем пока. Ставьте лайки и подпишитесь. И вы увидите ещё много интересных видео. Пока-пока. Сладких вам снов. Спокойной ночи.